Она не может выявить. Такое ощущение, что какой-то квадратный глубокий бассейн, она из него выныривает и ее назад туда затягивает. И все это очень тяжелое. Так, а как нам этот бассейн поднять, Вера? Я могу ее рассинхронизировать и отключить от этого бассейна. Нам он нужен будет. Так, давай сделаем так. Силами его намерены. Можешь рассинхронизировать ее. Внизу держит кто-то. Внизу назад тянет ее. Это все вместе надо как-то поднять. Силой моего намерения вытягиваю эту сущность, которая находится внизу. Один, два, три. Вместе с этим бассейном уменьшая ее и накидываю на нее сетку. Да, будет так, а так и есть. Он смеется. Говорит, что не получится. Продана она со всеми потрахами. Ты хочешь, чтобы я сейчас бросил шар энергии царя Соломона? Или мы будем разбираться? Или не хочешь разбираться? У него этот бассейн квадратный. Это как защита его. Открывая поток любви Абсолюта над его защитой, даю команду на рассинхронизацию. Алина с этим бассейном пошла рассинхронизация. И она выходит из своего биоробота, становится рядом. Я не могу. Я сегодня покажу, что я могу. Она вышла, она глядывается, плечи стряхивает, слизь какую-то. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком очистых энергий Абсолюта. Накидываем на этот бассейн сетку. Берем Алину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами вместе с ее тонкой копией. И этой подключкой поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Дай ее биороботу каких-нибудь заживляющих, излечающих. Открываю над ее биороботом поток заживляющей энергии. Один, два, три. Заживляющая и исцеляющая энергия. Пошли. Наполняет биоробот. И так и оставляем. Готово. Хорошо поднимайся. Еще раз команда поднята. На счет три поднимайся с Алиной и тем, что у нас в сетке в комнату, в нашей комнате диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. На месте. Отправляю эту сетку в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Алину. Она нас слышит. Она слышит и трясется все. Мы приветствуем вас. Интересуемся, даете ли вы нам разрешение на вашу диагностику и чистку. Бояться не надо, вы уже здесь. У нее страх, как паника внутри. И он ее сковывает. Она вся колотится и пальцем показывает на эту клетку. Силам его намерения выстраиваться. Канал от этого квадрата в клетке-тюрьме и притягивает сущность в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Это демон. Считает цифры над головой демона. Снимаются маски и голограммы. Демон предстает согласно своему эфирному коду ДНК. 42. Демон 42. Тебе было весело сегодня внизу? Никто не говорит о веселье. Я защищаю свою собственность. Ты мне сегодня будешь многое объяснять. Итак, Вера, ничего больше не мешает сканированию. Посмотри, пожалуйста. Может, еще какие-то... Нет, она как в какой-то, не знаю, слизи, оболочке, гладкая все. Включая внутренний белый свет Алине. Этим светом она снимает с себя эту оболочку, выдавливает. Да и есть 100% энергии, у нее сил достаточно. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Отправляя шар в клетку-тюрьму. Так лучше, Алина? Она дышит. Подожди, руку выставила. Она надышаться не может. Отдышаться вернее. Пусть отдышится. Пока она дышит, выстраивает этой слизи канал к ответственному, притягивая в клетку-тюрьме. Стоят в клетке-тюрьме. Он соединился с этим квадратом. Опять демон. Это вот эта жидкость, из которой она выныривала. Это и есть вот эта слизь, корка, крывала ее, которая в этом квадратном бассейне была. Вышло все, да, Вера? Она готова. Даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Алины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Алины, находит все. Ну, у нее к демону почему-то идет канал, и он черный цветом. У нее вышел арахноид. Арахноид. У нее есть джин. Джин. Небольшой. Синий, да? Считай цифры. 12, 37. Кто-то мимикрирует, Вера? Нет, я не пойму, здесь не интерферент, а здесь подключки, видимо, этого демона. Это может быть и магия. Это магия, может быть. Я же магию тоже вызывал. Может быть, они как крабы, у нее в сердечной чакре. Отправляя этих крабов в клетку тюрьмы, щупальцы выстраивают этих крабов. Прямой канал к ответственным, кто их послал, притягивая в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Это мои помощники. Опять демона. Говорит. А у них везде. Они горло, грудь, живот, руки сосуд. Они вышли. Все, больше никого нет. Хорошо. Значит, эти крабы тоже находятся в клетке тюрьмы. Итак, у нас джин синий, арахноид и демон. 42-й, да? Да. Перед тем, как мы начнем работать и реверс энергии, меня интересует этот контракт, который был заключен. Кем он был заключен? Кто говорил про контракт? А на каком основании ты находишься здесь? Я сказала, продали ее с потрохами. По роду. Ее по роду продали. И кто ее продал? Все радуются, что у нее мальчик родился. Это идет проклятие по роду? Нет, не проклятие. Это продажа идет рода своего до седьмого колена или как? Кто-то из родственников сделал? Женской линии они прокляты. Законно прокляты. Я принял это проклятие. Что значит законно в твоем понимании? Они заключили контракт на получение демонического мира, каких-то благ? Знаний, а не благ. Знаний. Хорошо. Демонического мира нет благ для вас. Но есть знания, которые несут блага. Понятно. Ее бабка связана с тобой как-то? Она занимается черной магией? Моя душа. Она как-то принимала участие во всей этой процедуре или это все твоя работа? То есть она активно как-то воздействовала на нее, переклады делала? Какие слова ты знаешь? Я же сказала, моя душа. Не знает она, где моя воля, а где ее. Просто мы сегодня будем делать откат, аннулировать все контракты, будем вытаскивать всех родственников. Ты посмотришь, сегодня будет полная процедура. Поэтому не будем терять времени. Сегодня будет интересная работа. Даю команду тонкой копии Алины спроекцировать все энергетические и сферические каналы к синему джину, арахноиду, демону и подключкам демона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные, низкоабрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Алине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилию потоки в 50 раз. Сколько ты находишься в этом биополе, демон? С этим квадратом и всем остальным? В ее биополе? Ну ты же в ее биополе присутствуешь. Да, в ее биополе. Ну он показывает нить в ее биополе. То есть он ее знает с рождения. Ну правильно. Но конкретно в ее биополе он позже. Он показывает ее... Больше 20 лет. А в дожди нет. Тогда, когда она стала девушкой, тогда у нее есть какие-то права. Ну это полжизни, скорее всего. Это 14 лет. 14 лет назад, хорошо. Нет, это ей 14 лет. Ей было 14 лет, понятно. Сколько Арахновит находится? Да, в дожде он дает информацию, демон. Когда у девочки начинаются месячные, после этого она имеет право принимать участие в ритуалах и оккультных знаниях. После этого ее можно посовещать и давать дозированную информацию. После этого ее можно синхронизировать и брать в оборот, получая энергию и направляя в сторону, куда нужно. На ваши нужды, понятно. Принимала ли она участие в этих ритуалах? Давались ли ей эти знания? Она упрямая, а столько надежды на нее возлагалась. За все свои отказы получала. То есть все эти болезни, это были последствия того, что она отказалась принимать ваши знания и принимать участие в этих ритуалах. Правильно я понимаю? Правильно. Бабка принимала в этом участие? Я же сказала. Так синхронизирован, что сама не понимает, где ее мысли, а где мои уроки. Да, 90 лет и заниматься всю жизнь этим делом, я думаю, она скоро к вам. Зато здоровья нам не отнимать. Это верно. Вот меня интересует это здоровье, которое у нее не отнимать. Не связано ли это с Алиной? Это со мной связано. Это храм мой, где я нахожусь. Ну, там, где ты, там все неживое становится. Чему неживое? Ну, болезни-то возникают. Живая и здорова. Она живая? Храм мой. Бабка. Там я нахожусь, оттуда и плиту. Ну, хорошо, мы сегодня будем чистоту магии тоже проверять. Если бабка выскочит, мы ее притянем по-любому. Как с реверсом, Вера? Реверс закончен. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Алина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Алина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Арахноид, сколько ты в биополе присутствуешь? Четыре года. Джинн синий, сколько ты присутствуешь в биополе? Два года. Хорошо, два года. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Алина? Никто. Понятно. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания. Синий джинн, тебе выходить не надо. Втягивай себя, всю пыль, все подключки, ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Приступай. У него пыль вокруг рук, руки и бедра. Вот это область. Ты осложнял зарабатывание денег, средств материальных, проблемы с работой, финансами. На чем ты монеты зарабатывал, Джинн? На ней. Ну понятно. Ты же вызывал какие-то энергии, получал от нее. Он собрал все, он говорит, что ему тоже надо жить. Я говорю, как на ней это отражалось? Это что было? Состояние, где у нее не было материальных средств, переживания по этому поводу. Что именно вызывала твоя подключка? Еще раз объяснить. Работу. Работу. То есть она работала много и получала мало, или деньги уходили сквозь пальцы. Работа сложная. Руками. А, в этом отношении. Понятно. Хорошо. Орахнует. Ты на очереди. Выходи. Вытаскивай всю свою паутину. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него иголки. Голова, лоб. Да. От виска до виска. А весь лоб, как прошит этими иголками. Ну, это головные боли, это каша в голове, это мигрени. За ушами. Как она, что она ощущала, арахнует? Забывала. Забывала. Хорошо. Паутина у нее очень много, она как вата. Он достает, это затылочная область, а впереди у нее тут прошитые иголками все. Все убрал? Все снял. Демон, на твоей чистоте, что я еще не вытащил, посмотри. Она на ключ закрыта. То есть у нее ноги скованы от них. Она такая длинная, не знаю, как назвать идет. Она на ключ закрыта, привязана к этому бассейну. Это контракт, демон, или мне самому снимать это? Или ты снимешь это все? Сниму. Выходи, вытаскивай. Ключ-то у меня. Ну, правильно. Он снял. Ничего не осталось в биополе на твоей чистоте, демон? У нее нет. Меня только она интересует, она у нас здесь находится на чистке. Поэтому давай сейчас сделаем следующее. Вера, мы дальше не продвинемся, пока мы не уберем и аннулируем контракты и договора. Или может начать с магического. Давай, нет, начнем с контрактов и договоров. Итак, Алина, я обращаюсь к вам. У вас по роду заключен контракт с демоном. Продали ваш род, как он объяснил, по женской линии. И сейчас тут момент, когда вам надо принять решение. Вы готовы отказаться от этого контракта и аннулировать его? Конечно, готовы. Только я ничего не подписывала, никакой контракт. Подписывали ваши родственники. Сколько поколений назад уже этот контракт был заключен, демон? Да, три поколения назад я заключен. Три поколения? Все живы пока. Жаль, что девочка не родилась. Четыре было. Так, подожди, это получается она, ее мать и бабка? Это три есть? Это значит, бабка заключила контракт? Ну, да. Тогда скажи мне следующее, демон. Перед тем, как мы пойдем дальше в ее биополе, есть лярвы? Есть. Ты хочешь их получить? Можно. Можно. Выходи, вытаскивай эти лярвы. Ты даешь мне информацию, которая мне важна. За это мне не жалко тебе отдать эти лярвы, которые для тебя представляют интерес. Забирай, возвращайся назад, и мы переходим дальше к нашей работе. Мне на шею и на грудь она переходит к лярвы больше. Забирай все. Не с живота. Там все больные органы и находятся. Хорошо. Итак, по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Алина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я по соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Не, не вижу у нее договоров. Демон смеется. Демон, объясни. Че так весело? Я с тобой посмеюсь. Она же не дура свой урод проклинать. Поджала, подмяла всех под себя. Энергии контролирует. То есть она контракт не заключала чисто так связанной энергиями? Она не заключала. Но породу держит ее. Но все равно должна быть какая-то связь. Если связь присутствует в ее биопуле с этим контрактом, с этой бабкой, она подсвечивается или пульсирует сейчас в ее биопуле. Да, будет так, а так и есть. У нее магические ритуалы. Хорошо. Вокруг нее они подсвечиваются разными картинками. Силой моего намерения, собирая все эти магические ритуалы в ее биопуле, в шар. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все собирается в шар. Вся магия. Готова. Отправляет этот шар в клетку тюрьму. Контракта у нас нет, Вера, да? Нет контракта. Выстраивает этого шара канал к ответственному, кто эти знаки посылал. Один, два, три. И притягивает в клетку тюрьму. Стоит в клетке тюрьме. Здесь бабушка, но она тесно связана с демоном, с этим. Кто из них посылал? Он как живет в ней. В ком? В этой бабушке. В бабушке, понятно. Ну, демону, в принципе, та бабушка особого интереса не представляет. Она и так, а так или иначе, все равно по-любому к нему когда-нибудь попадет. Вот, но то, что она присутствует здесь, это уже хорошо. Итак, подсвечивается ее магическая защита, если такова есть. Тебе еще четко ясно. На ней символы. Открывая поток любви Абсолюта, над ее клеткой, и свет любви отца сжигает все эти символы. Влад, сожги магию. Удар. Ну, здесь бабушка, я не скажу, что ей плохо. Вот демон корчится. А, он с ней связан из-за этого? Она, его каркас, он в ней живет. А ты сейчас его каркас сжигаешь. Хорошо, выключай этот свет. Итак, ее защита магическая. Ты выставлял демон, да? Ну, он показывает, он живет в ней, выставляет она, но по сути-то он. Я понимаю. Значит, ты тогда должен сейчас или убрать эту защиту, или я ее сожгу. Потому что мне надо ей полностью дать откат. Все, что она сделала, все она получит назад. Ты убираешь свои символы, свою защиту над ней. Плохо ей будет. Куда мне деваться? Демон, ты знаешь правила игры. Давай придерживаться правил. Если ты уже здесь находишься, значит, есть для этого какие-то основания. Ты не имеешь права тормозить этот процесс. То, что ей будет плохо, она получит то, что она сделала. Ни больше, ни меньше. Ладно, ладно. Зато ты останешься целой. Он снял себя. Хорошо, снял с нее защиту, значит, его не зацепит. Ну, что, бабуля, встретились с тобой, да? Зачем ты делала такие вещи над своей внучкой? Она все черная изнутри. Энергии темные. Хорошо, Алина, мы вас спрашивали перед сеансом, хотите ли вы дать откат тому, кто на вас все это сделал. Вы подтверждаете свои слова? Вы хотите вернуть все эти боли, все, что вы испытали? Да, она хочет. Тобой так, а так и есть. Выстраивается прямой канал от Алины к этой бабке. И реверсом отдаем полностью всю эту магию, все эти боли, все эти негативные ощущения, все, что испытала Алина из-за воздействия, из-за магии этой бабушки, в течение одной минуты возвращается назад. И в течение одной минуты она испытывает все эти чувства негативные, деструктивные, которые она посылала этой женщине. Один, два, три. Пошел мощный поток энергии. Все назад отдаем. Всю магию, все боли, все страдания. Все возвращается назад. Мощным потоком. Опиши, Вера. На ей клубы черные возвращаются. Получается, что демон, он ее предал в данный момент. А демон и не признавался ей в чем-то? У них контракт. Хорошо. И она его выполняла. А демон ее предал, он убрал защиту. Он убрал защиту, потому что демон сам находится в состоянии в таком, что я могу ему нанести ущерб. Если бы он не убрал эти защиты, поэтому он и убрал эти защиты. Демон исполнял только свою работу. Имеет право быть. Все же деяния пошли от тебя, а не от него. Ты была именно тем импульсом, который это все распространял. И ты получаешь сейчас назад от Алины все, что ты сделала. Реверс закончился. Сжигай этот канал. Как она выглядит? Все нормально? Ну, ей вернулись, она сама черная была, плюс клубы эти вернулись. Но клубы эти, они, когда к ней возвращаются, они красными точками по ее тонкой копии распространяются болью. Физический план. Так и есть. Хорошо. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Алины с этой бабкой, с демоном, арахноидом, джинном и подключками демона. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Короче, эта бабушка, она достала книгу большую. Она на нее показывает и говорит, что вот здесь она у меня. Вместе со всем родом. Там есть частичка ее энергии. А, она взяла какой-то артефакт или волос, или какой-то ноготь. Выстраиваем прямой канал к этой бабке. И Алина забирает по праву все свои частички энергии души, биоматериал, все свои родные энергии, которые заключены в этой книге на счет 3, 1, 2, 3. Пошло назад. Все свое забираем по праву. У меня много артефактов разных, и одежда, и что-то перечисляю. Конечно, я это увидел. Все это идет назад. Все, до 100% забираем назад. Готово. Сжигаем этот канал, 1, 2, 3. Скэнер просканирую сейчас Алину на полноту биоматериала и души. 1, 2, 3. Дай мне цифру. 2%. Отлично. Сила моего намерения, сжигая эту книгу, бабки. 1, 2, 3. Превращается в пепел. Она не дает ее. Она ее зажала в руках, обняла. Это орудие преступления, и оно будет уничтожено. Эта книга переходит в соседнюю клетку. Хочет она или не хочет. Готово. И силом его намерения, сжигая эту книгу, 1, 2, 3. Сожглась. Порско пепла. Открывая воронку в галактическое ядро, пепел уходит на переработку. Закрывая, печатывая растворение. Готово. Итак, рассинхронизацию мы провели. Включаем внутренний белый свет Алине. И этим светом нам выдалит. И все негативные, патогенные, низкая аббрационная, чужеродная. Энергия магии. Все это выходит, формируется в шар. Все остаточные энергии выходят. Мне на ногах, как фантом, остался вот от этого ключом, что демон открывал. От этой цепи выходит фантом, летит в этот шар. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, под шаром уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Алине, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, все каналы улетают на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Синий джин, ты готова уходить? Готово. Больше в это биополе не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Переходим к арахноиду. Арахноид больше не приходишь в это биополе. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон, все аннулировано. Больше нет никаких оснований тебе находиться в биополе Алины. Ты согласен? Бабку у тебя никто не забирает. У меня нет пока связи, но с другой я остаюсь. У меня речь только об этом человеке, который обратился к нам. Хочешь получить эмоциональный фантом в дорогу? Давай. Выходит эмоциональный фантом Алины, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкоаберационную эмоциональную энергию и агрессию. Все это низкоаберационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня вышел фантом, он черно-красный, он хаотичный весь такой. Хорошо, Алина, вы готовы отказаться от этих энергий, которые вы сгенерировали? Готова. Сворачивайте энергии в шар, демон забираешь? Забирает. Отправляю демона. Давай. Все, демон, вопрос решен, я тебя отпускаю. За бабка, бабка меня не интересует. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона, и демон уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Под этой слизью и квадратами, и крабом открывается воронка в галактическое ядро, все это улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Возвращаем эту бабушку, которая у нас осталась. Бабушка, золотые ручки. Вы меня слышите, женщина? Вы меня слышите? Ну, она слышит, она вся в этих энергиях, которые ей вернули с красными точками. Хорошо. Желаю вам хорошо получить этот опыт. Открываю портал на чистоте этой женщине. Один, два, три. И возвращаю ее в ее биоробот. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Алина. Убрали мы то, что вам мешало. Идем дальше. Поехали по частотам. Может, сейчас еще выскочить на магическое воздействие. Переходим на чистоту магическое воздействие. Для таковой силы было, оно проявляется. Фантом выше. Открываю воронку в галактическое ядро, и эти фантомы магии уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Аннулировано. Переходим на чистоту таким образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, Алина. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас, когда мы вас поднимали в черном квадрате? Разница огромная. Чисто себя чувствую. Уверенной, легкой, энергиями наполненной. Вижу их очень красивые, искрящиеся. Продолжайте заправляться энергиями, как мы показали в этом сеансе. У нас есть обучающие видео на канале. Как сбрасывать негатив ежедневно. Как заправляться энергиями. Цифры своих энергий вы узнали. Сколько процентов энергии и какая частота вибраций. Вы должны визуализировать эти энергии, когда вы заправляетесь с себя этими энергиями. Потом после этого обязательно синхронизировать и гармонизировать энергии. Ни одна сущность не сможет вас войти. Никакая магия, если вы будете уверены. Все. Насчет магии вы в курсе. Мы вернули все назад. Оказалось, к сожалению, ваша родственница. Но она прочувствует это все. Последствия своих действий на себе. Закон кармы. Будем возвращать вас назад в вашу систему биороба душа. Чтобы все эти энергии сейчас перешли на ваш физический план. Несколько дней у вас будет такое состояние, как будто вы на гору взбирались. Это нормальное состояние. Организм потихонечку будет заполняться своими энергиями. Помогайте ему. И держите себя всегда на позитиве. Эмоциональное ваше состояние. Это тот ключ. Не реагируйте ни на какое зло, ни на какие негативные энергии и вибрации. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию. Алиновую систему биороба душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Составляем исцеляющие потоки и жизненные энергии включенными. Пусть биоробот еще заправится. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...